Друзья, всем привет! Что же, HyperOS 2 уже гуляет по сети. И это правда не кликбейт, а все почему? Потому что китайцы выложили небольшие видеоматериалы, ну или же как небольшие. В общем, выложили большой видеоматериал касательно HyperOS 2.0. Хотя это видео должно у меня было начинаться немножко иначе, где я вам хотел рассказать по поводу, какие аппараты не будут обновляться больше, и вообще какие новости по HyperOS 2 и чего стоит ожидать. Ну вот, как бы сегодняшнее утро немножечко поменялось, и поэтому пришлось данное видео немножечко переделывать. Но о том, какие аппараты не будут обновляться, вы узнаете в начале этого видео, как и было запланировано, а далее я вам покажу те самые видеоматериалы, которые касаются HyperOS 2.0. Ну и давайте первое с чего начнем, именно с того, какие аппараты больше поддерживаться компании не будут. Я люблю вот этот сайт Xiaomi Security Center, ну или же TrustMe.com. Это официальный портал, на котором публикуются, конечно же, информация от разработчиков, и не приходится гадать на кофейной гуще, какое устройство следующее не будет поддерживаться, и на что конкретно больше обновления не придет. Этот список от конца октября месяца пополняют такие аппараты, как Redmi Note 11 Pro и Redmi Note 11 Pro Plus. Но важно понимать, что пока что только на китайской прошивке. Глобальные же версии этих аппаратов тронуты пока что не будут, но как вы понимаете, все это дело может очень быстро поменяться. Ну и теперь, наверное, на улице у владельцев Xiaomi Pad 5 также случится такое расстройство, потому что эти планшеты также больше поддерживаться компанией не будут. Хотя, казалось бы, вроде бы недавно они были презентованы, их так все побежали покупать, вот уже как бы то сколько там, уже 3 года прошло, и их уже компания списывает. Да, неприятно, да, обидно, но в любом случае разбокировать загрузчик и поставить какого-нибудь кастом, я думаю, труда особого не составит, чтобы продолжать пользоваться дальше этим устройством. Ну и что же, теперь давайте говорить о HyperOS 2. Я хочу сказать, что это действительно что-то интересное в плане того, насколько был большой ажиотаж вокруг именно этой оболочки. В целом, по видеоматериалам, понятное дело, сложно пока судить, что и как оно будет работать, какие там нюансы и моменты будут, но хочу отметить следующее, что эти видеоматериалы действительно вызвали большой фурор. Да, нам показали очень много чего интересного в плане работы анимации, в плане промо-роликов, которые к HyperOS 2 относятся. Показали, как будет выглядеть обновление для экрана блокировки, там новый стиль, кстати, добавляется. Ну а теперь давайте пробежимся очень кратко из всего того, что мне удалось вырезать из того видео. И, кстати, еще чуть не забыл упомянуть, сегодняшний видеоролик стал доступен благодаря одним интересным инсайдерам Mi Tech Talks, ссылку на которых я оставлю в описании. Отдельно на промо-роликах я останавливаться не буду, лишь вам их только на фоне подключу, потому как, ну, в принципе, по ним тут и нечего да и рассказывать. Промо-ролики как промо-ролики, просто показывают небольшие такие обновления в плане ярлычков и прочего, то есть ничего интересного. Далее, нам демонстрируют, какая есть разница в рабочем столе в плане его редактирования, что на HyperOS 1.0 и что на HyperOS 2. И вы можете заметить, что действительно во второй версии HyperOS мы можем более гибко все это перетаскивать, и плюс нам еще нарисованы квадратики, именно в какую область мы можем перенести тот или иной ярлычок. Да и в целом, как бы, работа рабочего стола, она стала, ну, куда повеселее, чем это было ранее. Об этом свидетельствуют и многочисленные видеоролики, в которых я показывал, что можно там это все применять, там видоизменять, что анимация на некоторых аппаратах лучше становится. Но здесь важно понимать один такой момент, что все сегодняшние видеоролики взяты именно на Xiaomi 15. Да, и на Xiaomi 15 там все будет идеально работать. Вот если бы показали там на каком-нибудь среднебюджетном аппарате всю эту работоспособность, это была бы совершенно другой историей. Но так, что есть, то есть. Но мы с вами идем далее. Анимации и шторки. Да, они немножечко также изменяются, и, конечно же, в лучшую сторону. Если мы с вами возьмем HyperOS 1, там несколько были вопросов ко всему тому, как оно открывалось. Ну и лично у меня также были вопросы. Сейчас же разработчики учли все пожелания, и все это добро видоизменяем. Кстати, есть еще один такой небольшой момент, что шторка у нас не получила того вида, о котором писалось ранее. И, к сожалению, инсайдеры, ну, облажались. И поэтому, как вы видите, что не все инсайдерские там сливы и прочее являются достоверными. Ну а мы с вами переходим к следующему. Это плеер в шторке. Ни для кого не секрет, что есть такая штука, и она, ну, в принципе, это рабочая. Кто-то ее использует. Кто-то говорит, что зачем она нужна, ее нужно отключать. Ну, кстати, да, если был бы у нас, в принципе, как бы такой тумблер по ее отключению, было бы замечательно. Но, как вы можете заметить, что в плеер добавляются новые возможности, в плане того, что мы можем, к примеру, подключить несколько устройств к нашему смартфону, благодаря там Hyper AI, там, благодаря взаимодействию, там, ну и прочим там сервисам, которые у нас позволяют все это дело сделать. И далее мы можем звук распространять на эти устройства. То есть, это может быть наушники, там, телевизор, планшет, ну и тому подобное. Кстати, в глобалке такую историю можно сделать на примере наушников. Вы подключаете две пары наушников и далее распространяете звук на них, именно по Bluetooth. Да, прикольная тема, но и, как видите, разработчики еще дальше пошли в данном вопросе. Следующая часть этого видео, это работа самой системы. Как вы можете заметить, что все действительно плавно. Плавность действительно у нас тут добавляется, но, как я уже сказал, это на примере Xiaomi 15. Если разработчики показали бы на примере другого аппарата, более дешевого, нежели Xiaomi 15, я думаю, там были бы некоторые такие отличия. Но, в целом, хочу отметить, что если вот в реальности так эта система будет работать, со всем тем, что они показали, ну и, как бы, понятное дело, что на глобалке что-то могут урезать, это будет замечательно. Потому что реально пользователь заждался, когда же система будет работать нормально, когда не нужно будет делать анлок, когда не нужно будет шить там кастомное рекавери, когда не нужно искать какой-то кастом и тому подобное. Вот это пользователь реально ждет. Следующее, это новый стиль громкости. И, как вы можете заметить, его перерисовали под стиль Xiaomi Pad. И некоторые из вас еще могут заметить, что индикатор, ну или же регулировка яркости экрана, ну немножечко так на что-то похоже. И интересно, чем же разработчики у нас вдохновлялись? Ну а поле для вашей фантазии я вам оставлю в комментариях, там вы сможете это все обсудить. Еще какой момент, это стиль зарядки. То есть в настройках появляется некий такой раздел, в котором мы можем менять именно такой вот стиль зарядки. Не кардинально, конечно, но немножечко с визуала можно поиграть. И напоследок еще одно видео, которое показывает в целом работоспособность, как шторки, как открытие недавних и как в принципе по рабочему столу происходит навигация. Кстати, из еще такого момента не особо понятно, касательно третьего стиля в недавних. Потому как просто показывают общие такие кадры и как бы то в настройки далеко не лезут. Но мне что-то кажется, что таких третьего стиля отображения объектов в недавних не будет. По типу, как это вот писали, что будет как в iOS, ну и тому подобное. Как бы, ну, хорошо это или плохо, опять же, я затрудняюсь сказать, но разработчикам виднее. Что же, друзья, ну теперь пора подвести реально уже рабочий итог. Что мы с вами увидели? Мы увидели много чего интересного по визуалу, по анимациям. Увидели много там интересного по стилю зарядки. И я думаю, что еще много интересного будет вылезать в процессе того, когда там уже будет полноценная презентация. Когда будет непосредственно уже там продажа Xiaomi 15 и тому подобное. Мое мнение насчет увиденного интересно, заманчиво и хочется попробовать. Пока я не буду, знаете, такие голословные делать вбросы касательно вау, это революция, это прям самое лучшее, что я видел. Но пока я скажу вам так сдержанно. Это интересно, это привлекает и хочется установить и попробовать и вообще посмотреть, как разработчики за этот год поработали. Потому что за целый год от них не было никакой информации особо, они всю эту тему держали в тайне. Да и в принципе я так заметил, что перед самой презентацией даже особо никаких сливов не было. Ну а тут нам прям слили полноценное видео со всеми там разделами и возможностями новой HyperOS 2. Потому что, чтобы быть в курсе всей этой информации, всей этой движухи, рекомендую подписаться на YouTube канал, если вы этого еще не сделали. Поставить колокольчик и конечно же подписаться на наш телеграм-канал. Но если у вас еще остались какие-то вопросы, смело пишите их в комментариях, там мы с вами и пообщаемся. Ну а на этом у меня на сегодня все. Спасибо за внимание и до новых встреч.